Для того, чтобы дать эту оценку, нужно было с чистого листа создать неподкупный, профессионально подготовленный орган уголовного преследования вместо прокуратуры по борьбе с коррупцией, своего папу и маму Владимира Плохотнюка, которая должна была бороться с отмыванием денег, я вам напомню, что через нас отмыли 30 миллиардов, при ее участии, при участии этой прокуратуры, покрывательстве со стороны этой прокуратуры, никто ни за что не ответил. И это главное, за что заплатит Майя Санду своим политическим капиталом. Потому что она привела таких неумех, таких фееричных, плохо подготовленных людей, которые просто разрушили любые ожидания от этой власти. С точки зрения наведения правопорядка, привлечения к ответственности и так далее. И каждый ЦУЦ, который будет выходить, и которому еще будут возвращать его оружие, с которого он стрелял на месте совершения преступления, ему вернули. Будет забивать еще один гвоздь в строение, которое называется власть. В республике Молдова. Или вообще власть. Партия действия солидарности, ее лидер Майя Санду. Ситуация с политической точки зрения на самом деле аховая. Мы предложили на последней встрече Блока вместе с Майей Санду, по инициативе Майя Санду, она попросила, если можно так сказать, настойчиво нас встретиться. Мы встретились. Кого вы просили уволить? Мы потребовали, мы ничего не просили. Потребовали, да. Спыну? Просите, просите, будут другие. Мы потребовали отставки Спыну. И как только мы сказали фамилию Спыну, практически тут оборвалось. Все оборвалось. Расскажи секрет, почему? Почему она так его прикрывает? Госпожа Президент считает, что он один из самых эффективных менеджеров, которые есть. Газ, смотрите, слей свет по семь, как сказал там усатый, да ну тебе нахуй. Я повторю, это одна из... или дорога в Бомбат. Я имею права выражаться. Я имею права, это моя студия. Да. Кроме этого есть и другие. Есть тендеры, есть энергетические тендеры. Почему никто не подает в суд на него? Да. Почему никто не подает в суд? Мы не говорим о нарушении, каком-то нарушении в гражданском порядке, в котором ты можешь подать в суд. Подать на него в суд в чем? О чем? Есть подозрение причастности к ручке. Есть подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотрено уголовным кодексом. Что значит подать в суд? Хорошо, вы написали госпожи Драголин, пусть она проведет расследование. Госпожи Драголин на руках, по крайней мере, 7 уголовных дел, в которых трое из моих коллег фигурируют, четверо из моих коллег фигурируют свидетелями Рустама. Националь? В том числе и я. И? Нет, с национальным это будет 8. Ааа. Там спыну к националью, там... А это мы только по спыну говорили? Другая спыну. Мы говорим о спыну. Насколько мне известно. Я не знаю, сколько из них уже закрыли, похоронили. Но по одному из этих дел я передал 600 страниц экспертизы, которую нужно было... Почему ты не идешь к ней на аудиенцию? Не требуешь? Кому? К Драголин. Сказать где? Я был у Драголин с Тафилатом, еще одним экспертом на аудиенции. Она не взяла бумажки. Мы ей разложили доказательства по теле. Она бумажку не взяла. Она сказала нам, что она занимается только стратегическими вещами. Такими, как сайт, сайт, и ребята поняв, поняв, извините, поняв после 2 часа и 45 минут нашего разговора впустую, с той тратой времени, сказали, да-да-да, сайт, и не забудьте поменять аватарку в Фейсбуке. Очень некрасивая. Она записалась. Понимаете? Это человек, на которого эта власть надеется, типа, надеется. Они уже поняли, что они сделали. Я тебе хочу сказать, что там жили мари. У них же мандат длиннее. Они поняли, что они сделали. Это человек, который работает против них. Как против них? Это человек, который работает против них, Рустам. Она работает против реформы судебной системы. А маме-звезду зачем? Единственное, что эта власть сумела, она сумела с помощью Евросоюза создать комиссию по оценке этической и финансовой неподкупности членов высшего совета прокуроров и совета магистратуры и тех, кто шел на вышку. Это первая комиссия. И вторая комиссия по оценке этической и финансовой неподкупности существующих в должностях действующих судей и прокуроров. Следующими, кто попадает под нож, Рустам, следующий, почему она так орет, истерит, и ходит, и заявляет, и публикует письма, и подсылает письма прокурорам, которые не прошли проверку профессиональной, этической. И финансовой неподкупности. Потому что ее прокуроры должны пройти эту проверку следующими. И там из 50 прокуроров останется 5. Да ладно. А как же помещение больше дать ей? Это такой идиотизм. Если у тебя 50 прокуроров не выдали результат, неужели ты думаешь, что 76 выдадут... Если у тебя 50 равно нулю, 76 у тебя сколько будет равно? Человек, упавший просто с космоса, с Луны, непонимающий, человек, который является внешнеуправляемым, ей управляет генеральный прокурор, временно исполняющий обязанности генерального прокурора. Сейчас поговорим, он будет очень скоро, через 2 дня станет прокурором назначен на 7 лет. И все эти ЦУЦы, Андронаки, Блонские, Тауберы со своими людьми и так далее, они все будут танцевать на столе, они уже танцуют, они уже празднуют. Как это комментирует глава государства? Просто там, услышь меня, вся организованная преступность этой страны празднует эту власть. Как комментирует глава государства это все? Кто комментирует? Моя Санду. Что мне комментировать? Мы сказали, я ей третий раз об этом говорю. Что она? Я ничего не могу сделать, я не являюсь начальником прокуратуры. То есть вы бы провели реформу, поназначали своих людей в высший совет магистратуры, высший совет прокуратуры. Вы назначили Драголин в туалете. Вы саботировали даже тот конкурс, который сами для нее организовали. Этот человек по нашему законодательству даже не попадает под критерии прокурора. Она не прокурор. Если ее сегодня посадить за стол и дать ей два экзаменационных листа по процессуальному праву и по уголовному праву, она не пройдет, она сдаст на 20%. А мне сказали, что ее в помощь прислали. И она говорит ее в помощь кому? Нам. В помощь коррупционной системе. Она же защищает коррупционную систему. Она бьет по оценочным комиссиям, для того, чтобы не допустить оценку, профессиональную оценку судей прокуроров. То есть ее прокурор... Она стала адвокатом коррупционной системы, так же, как и он Мунтяну. Эти люди защищают систему, которую надо защищать. Единственное, что смогла Санду со своими этими неумехами, это создать эти комиссии при помощи Евросоюза. Но они не умеют, не могут, не в состоянии защитить эти комиссии, улучшить их работу. Они совершили ошибку с Ван Хебелем. Хорошо, все совершают ошибки. Рустам, все мы люди, мы все совершаем ошибки. Просто мы не очень не любим говорить о своих ошибках. Мы любим говорить о чужих ошибках. Потому что говорить о своих ошибках нужно яйца иметь. У женщин нет ее. Нужно быть личностью. У женщин нет ее. Нужно быть характером. В этой системе получается, что Драголин бьет вместе с Мунтяну по этим оценочным комиссиям, чтобы остановить их работу. Чтобы до нее не добрались. Что сделала Майя Санду и ПАС для того, чтобы защитить эти комиссии? Что? Они автоматически должны были послать в неограниченный отпуск Драголин. То есть туда, откуда они приехали все. И Мунтяну через ВСП и ВСМ. То есть через ВСП, высший совет прокурора в данном случае. И что случилось? А знаешь, что случилось? Через два дня они назначат Мунтяну, который бьет из главного калибра, из всех стволов по их так называемой реформе юстиции, назначат генерального прокурора на 7 дней. Конкурс под него. То есть если ты выпустишь все ОПГ, ты никого не привлечешь к ответственности, ты никого не сумеешь, ни одно дело не сумеешь довести до финального приговора. Ты будешь саботировать реформу юстиции, которую проводишь ты, человек, который его назначил. В благодарность за весь этот саботаж эта власть назначит его еще на 7 лет. Штефан, а может быть они повязаны тоже в этих схемах? Поэтому они не хотят назнать чисто лучше? Да нет. А в какой объяснении? Ты понимаешь, это партия, в которой нет единого командного центра. Из 5-6 групп, их они варьируют. То их 3, то их 4, то их 5. Которые не понимают, как принимаются решения. Как решаются эти назначения. У которых куча комплексов. И непонимание текущей ситуации. Есть некий политический орган, который принимает эти решения. Там 5 человек. Около Майя Санду. И который спускает это вниз. Им не объясняют причины, логику назначения или принятия решений. И просто говорят, что так надо. Естественно, там есть разные люди. Люди, которые знают больше, знают меньше. У которых есть опыт жизненный, у которых нет опыта жизненного. Там разные люди. Это нормально. У нас осталось в этой стране 3,5 человека. Это нормально. У всех есть, всех находятся в кризисе человеческих ресурсов. Людей, кадров. Но им не объясняют. Понимаешь? И это просто, они держат фракцию, свою парламентскую фракцию. Как машину для голосования. Для проведения... Как чудо, так было всегда. Десятка активных, остальные статисты. У Воронина, но я не знаю, если прямо так себе... У Воронина, да. У Воронина, да. Но я не знаю, если они позволялись. Там все-таки был какой-то политбюро. Там была какая-то имитация хотя бы процесса. Хороший и плохой там был Воронин. Ну, в этой ситуации, опять же, в этой ситуации все выглядит абсурдно. Просто не имеющее никакого смысла. И мы говорили о встрече с Майей Сандой. На этой встрече я высказал эти вещи в лицо. Меня можно любить, можно не любить, можно уважать, можно не уважать. Но я всегда скажу в лицо. Я это объяснил еще в 16-м году. Не пришла. Когда она меня пригласила в инициативную группу, помочь ей и так далее. И когда был Плохотнюк в росте и так далее. Не знаю, люди, наверное, когда ты им говоришь эти вещи, думают, что это так для красного словца. Или ты что-то хочешь, пытаешься кому-то что-то доказать. Мне плевать, Рустам. Я не собираюсь. Мне 42, у меня впереди меньше, чем сзади. Чем за спиной. У всех. Мы прошли Рубиконы. Менять себя, менять себя не в 40, мне было 30 с чем-то. Менять себя из-за каких-то политиков, из-за каких-то нерешенных внутренних проблем. Каких-то слабостей, комплексов и так далее. Менять себя под кого-то. Да вы что? Зачем? Я моргнул пару раз, мне 42. У меня трое детей, у меня красивая семья. Да, мне сложно, у меня свои проблемы. Менять себя под кого-то. Зачем, Рустам? Что вообще эти люди о себе думают? Есть цель, ее нужно достичь. Есть причинно-следственная связь, есть логика, есть инструменты. Если нет логики в принятии решений, то это абсурдная система координат. И мы сегодня в большинстве своем живем в абсурдной системе координат. И мы ей объяснили. Ты падаешь и тянешь за собой и свою партию, и свою страну. Что ответили? И несмотря на то, что у нас есть возможность стать членом Евросоюза, мы не выполним просто условия, потому что придут пророссийские партии. Благодаря им. Благодаря власти. Не мне. Не потому, что я констатирую объективную реальность. Потому что электорат, паз, зачастую себя так ведет. Они принимают это на свой счет. Они понимают, что это не про них. Это не про мою санду. Это про наше с вами будущее. И это система динамических координат. Это система, которую можно предугадать. Которую можно смоделировать. Для этого нужно иметь определенный аналитический уровень и характер. Чтобы влиять на эти процессы. Если следовать, кивать головой и говорить. Да, дав на санду. Ты просто закончишь свою политическую карьеру в яме. И мы ей предложили. Мы, по сути, протянули ей руку. Мы предложили. Убери токсичных министров. При необходимости возьмем на себя ответственность. Покажи, что ты готова исправлять недостатки. Не игнорировать эту систему проблем и недочетов. А корректировать ее. Тебя для этого выбрали люди. Штефан, может, ее так устраивает? Что? Ситуация настоящая, ее устраивает, наверное, нет? Ее не устраивает эта ситуация. Почему же она ничего не делает? Она не знает, она боится ее править. Как ее править? Она не видит. Подожди секунду. Штефан, парламент не может расформировать прокуратуру. Принять новый закон о прокуратуре. Уволить всех и набирать новых людей. Чистого листа. Парламент может не изменить закон, а может аннулировать специальный закон о прокуратуре по борьбе с коррупцией и Печкокс. Распустить, вернуть всех прокуроров в изначально свои места работы, откуда они были делегированы. Создать новые, допустим, при необходимости. Или не создавать. И генеральную прокуратуру также тоже можно? Генеральная прокуратура там чуть-чуть сложнее. Сложнее, но можно. Но эти две специальные прокуратуры, они автономные в рамках системы прокуратуры. Почему не делает это парламент? Парламент это не делает, потому что их устраивали. Они надеялись на существующую систему. То есть это недостаток самой Майсанду, у которой нет понимания работы этой системы. Люди, которые ее советовали, посоветовали сотрудничать с этой системой. Я в лицо спросил, зачем они это сделали? Вы потеряли три года. Короче, суть в чем? Но суть в том, что нет системы причинно-следственных связей в поведении политиков, которые сегодня являются власть-держателем. Я ей объяснял очень простую вещь. У Андрея Спыну нет рейтинга. Рейтинг есть у вас. На февраль текущего года это был у вас антирейтинг 63%. Ну, конечно, это на февраль. Он меняется в зависимости от деятельности политика. У любого, у каждого так. Но если вы не начнете делать конкретные вещи, а именно заниматься внутренней политикой, проводить экономические налоговые реформы, не начнете защищать малых и средних предпринимателей от беспредела, от коррупционеров, от государственных проверок, если вы не сумеете сдержать цены и испортить игру больших компаний, которые доминируют и заключают картельные сговоры, они не тронули никого. Они сотрудничают с ними, насколько мне известно, очень неплохо. Это еще мне надо доказать. Я не буду так вот ожидать, потому что у вас есть такая информация. У меня есть информация. Я знаю еще одного человека, который может даже доказательства. Да. Но вот было бы некоторых, чтобы люди приводили эти доказательства. Да вы его знаете. Есть знаменитый скандал, связанный с импортерами нефтепродуктов, который на камеру, да, представитель Лукоева, который на камеру заявил, что он получал указания, они все, все импортеры получали указания от Додона держать цены. А сегодня они этого получают доказательства? Это на камеру записано в парламенте. А сегодня у кого они получают? Где, где, там, я знаю, что Совет по конкуренции подготовил доклад, и они должны были дать штрафы. Где этот доклад? Повторюсь, в Румынии миллиардные штрафы получили. Штефан, а где доклад? Вот закончить, потому что мы все говорим о той же встрече. Да. То есть вот это все было изложено. Что ответила она? Это не я. Я не могу. Ответ был очень разочаровывающий. Какой? Тут не могу влиять, прокуратура мне не подчиняется. Блеф. Тут ничего невозможно сделать, потому что война, и вы, когда придете к власти, вы увидите, насколько это трудно и так далее. Хорошие слова. А вы, когда придете к власти? Если вы придете к власти, извините. Я думал, она уже... Если вы придете к власти. Поэтому вот такая ситуация. То есть мы фактически предложили выход из этой ситуации. Не просто так, огульно, вы плохие, мы хорошие, и все. Конкретно. Нужно править ситуацию, нужно ее выправлять. Нужно убрать токсичных министров. Еще одну очень важную вещь сказал. ПАС это анонимная единица, политическая единица. Там общественно известных людей очень мало. Они дошли до 90-го депутата из своего списка. Их 63, но они дошли до 90-го. Потому что люди выбивали, уходили, разочаровывались. Уходили из депутатов в мэры назад. И так далее. Кто-то просто отказался от мандата, будучи разочарованным. Я знаю. То есть это все относительно анонимные люди. Пусть на меня не обижаются эти люди. Потому что это социологическое, политологическое выражение, которое обозначает ограниченную узнаваемость в социуме. Все абсолютно в рамках. Да. То есть если у тебя уровень узнаваемости 3%, то ты в социологическом, политологическом смысле, ты есть анонимный человек. Малоузнаваемый. За эту анонимную единицу, надежды с которой связаны исключительно с вашими обещаниями. Потому что вы обещали пенсии, реформу юстиции, справедливость, посадить коррупционеров, посадить вор преступность. Всем все обещали. Потому что в этом вся проблема. Молдавские политики, они уходят в популизм, обещают на гора. А потом выдают с гульки нос. И разочарование страшное. И это проблема в том числе и социума, граждан, которые верят такой чепухе. Сами себя обманывают. Ведь обмануть меня не сложно. Я сам обманываю Царатову. Да, я сам обманываю Царатову. Ну и правительство это же зеркало общества. И в результате все это вот так из одной экстремы в другую. Огромные ожидания, потом огромные разочарования. Хотя все обманули сами себя. Эти обманули себя, убедив себя в том, что они что-то могут. Хотя я прекрасно понимал на 16-й год, что они могут. Я не хотел быть частью этой команды. Я ушел оттуда. До создания партии я понимал, что там будут огромные проблемы. Я в лицо сказал, это, кстати, госпожа Сану в свое время. Сейчас в вакуум, вы дойдете, и вы не сможете. Потому что, чтобы управлять страной, надо хотя бы 50 человек адекватных, грамотных, мотивированных, подготовленных. Такой цифры ни у кого нет. Такая цифра в 16-м году была. Она была больше. Ну так... Просто надо было создать центр притяжения и показать, что ты достоин. А у нас центр отторжения. Можно собрать такую команду. К сожалению, пошло... Вот это был один из последних шансов. Пошло разочарование и горизонталь. Но, возвращаясь к предмету разговора, мы не договорились ни о чем конкретном. Мы потребовали опубликовать документы Палева-Бумбата. Эти документы были опубликованы с Пыну. Только частично. Потом еще раз потребовали. Просмотрели. Финансовые документы не были опубликованы. Еще раз потребовали публично. С Пыну их опубликовал. Мы их анализируем. Уже все опубликовал? Опубликовал. Он говорит, что все. Надо проанализировать внимательно. Посмотреть, если там он не забыл опять что-либо. Ах. Да. Ах. Все документы опубликованы, кроме финансовой части. Прекрасно. Штефан, за что? И законно ли это было? Это как маленький...